Доброго времени суток, дорогие друзья! Вот это название «Я не умею приглашать, что делать» Оно активно вообще мусолится на просторах интернета Создаются даже сервисы отдельные, которые говорят У вас проблемы с приглашениями? Нет, проблемы Построим вам команду, она будет строиться на автомате Создаются такие сервисы, конечно же, в этих сервисах нормальных денег Никто никогда не заработал и не заработает Разве что организаторы этих тем Собираю подписную базу и потом использую ее по своему назначению Проблема, дорогие друзья, совершенно не в этом Проблема в том, что сейчас в интернет приходит очень много людей С сознанием наемника, которые вообще понятия не имеют Что такое MLM, что такое сети, что такое партнерские сети Они понятия не имеют, что такое самоорганизация, личный бизнес Вот в этом кроется самая большая проблема Но они интуитивно чувствуют, что там, где сети Там, где работает команда, там много денег Но вот у меня проблема жуткая Я, говорит, приглашать не умею Хочется всегда задать вопрос Спросите себя честно А сколько времени вы не умеете приглашать? Один вопрос, если вы только окунулись вообще в понимание сетевого То есть вы совершенно новичок Другой вопрос, когда об этом говорят У меня есть такие знакомые, которые говорят Уже, вот я знаю этих знакомых уже полтора-два года Они говорят, у меня проблема с приглашениями Я не умею приглашать То есть год, два, три человек не умеет приглашать Хочется сказать, вы знаете, вам нужно вот просто взять Вот так вот на грудь повесить Вот такой вот листок, да А еще лучше вот сюда вот на лоб На аватарку в скайпе Что я лентяй и трус Поэтому у меня проблемы с приглашением То есть есть несколько причин Это одна из причин Почему я лентяй и трус? Да все очень просто, друзья Приглашение – это взаимосвязь с человеком Либо текстом, либо голосом Это требует нагрузки И затраты энергии голосовой и умственной Человек просто не хочет это делать И он ленится это делать Соответственно, когда мы это начинаем понимать Что надо делать Через действия приходит умение Если люди это делают Значит, они почему-то начинают уметь приглашать Если люди это не делают Значит, они не умеют приглашать Особенно смешно, когда такое звучит от мужчин Хочется сказать Слушай, правильно Ты свою энергию лучше пустишь на доказывание своей жене Что ты супер-пупер мужик Несмотря на то, что твоей жене не хватает твоей зарплаты Даже на неделю Чтобы прокормить, да, обеспечить, собственно, семью То есть, вот туда ты энергию пускаешь И тебе не лень Еще пивасик взять, да Грохнуться на диван И поржать над каким-нибудь ток-шоу То есть, туда тратить энергию тебе в кайф Тебе туда тратить энергию не лень Вот какая самая главная и большая ошибка у тебя, да И причина того, что ты не умеешь якобы приглашать Потому что такой проблемы ее просто априори нет Все умеют приглашать И вспоминаем, например, да Когда вы в каком-то бутике увидели хороший сэл, да Минус там 80% Что вы делаете? Клин-клин-клин-клин Алло, Зиночка, ты не поверишь Там такая скидка, там такое платьишко, такие туфельки Ну, совершенно за какие-то копейки Что вы сделали? Вы пригласили туда, где вам что-то понравилось Понимаете, вот в чем причина, да Здесь вот вы даже не думаете, что тратится какая-то ваша энергия, время, да Вы это сделали в кайф, с удовольствием Вы поделились, да, с Зиночкой о том, что есть вот такая классная возможность Купить шмотку брендовую, да По очень большой скидке И это делается с удовольствием Далее, есть еще несколько причин, почему вы не умеете приглашать Одна из причин, также очень важная Вот так прям на лоб в скайп повесьте Или в социальных сетях Мой проект фигня То есть вы реально не уверены в том направлении, в которое нужно приглашать То есть вы понимаете, что вот он только возник, он может закрыться Как туда приглашать, да, а вдруг ничего И вообще вы для себя не взяли эту возможность И не прочувствовали, как эта тема может изменить в корне качество вашей жизни Благодаря тому, что вы дадите эту возможность другим Только так она поменяется в корне вашей жизни То есть вы это не осознали, не доверились Вы вообще некомпетентный человек Вы в принципе не разобрались в своем бизнесе Или в своем, я не знаю, проекте, как хотите называйте То есть ваш проект фигня Вы в нем не уверены, что в него не стыдно приглашать Если вы реально понимаете, что не стыдно приглашать в свой проекторе бизнес Он действительно клевый, бомбовый и все в этом роде Приглашения идут сами по себе И рот открывается сам по себе И этим хочется делиться, потому что вы понимаете Что только таким образом будет меняться ваше финансовое составляющее Есть еще одна причина У вас вот такая вот корона на голове Вот такая вот большая корона Она вам жмет на мозг Корона какая? У вас там 5 образований выше Вы никогда не были в сетевом Вы там работали где-то зам каким-то там значит директором Там еще кем-то Как это так? Не гоже царской особе выслушивать отказы Потому что отказы в сетевом Это работа А вот согласие это зарплата И вы считаете, что ниже вашего достоинства давать людям возможность выхода на другой уровень жизни Как будто бы вы знаете, предлагаете какие-то запрещенные вещи человеку Вот ниже вашего достоинства корона вам жмет И снимать вы ее не хотите Потому что вы, видишь ли, супер-пупер, бухгалтер, директор там на каком-то предприятии были И вы не понимаете, что сетевой бизнес это отдельная индустрия В которой профессионалом становятся со временем То есть индустрия, которой нужно учиться Это специальность отдельная Ни один пианист не стал пианистом за месяц, за два месяца, за три месяца Детки сидят и через слезы сидят и занимаются на фортепиано Оттачивая свои, значит, гаммы и все прочее То есть они становятся профессионалами И любой профессионал, он со временем становится профессионалом А в сетевом зарабатывают хорошие деньги только профессионалы Те люди, которые стремятся к этому, да? Которые хотят стать профессионалом Они зарабатывают деньги Хочется также, знаете, донести следующую мысль Ребят, в сетевом, как и в сексе Сначала страшно, а потом приятно То есть поймите одну простую вещь Если вы не будете это делать, то есть приглашать Вы никогда не научитесь приглашать и строить большие команды И быть лидером своей команды Если вы зададите вопрос известным сетевикам, да, лидерам Профессионалам этого дела Зададите вопрос, как у них все начиналось Через какие страхи, ложные страхи Они проходили На каких ватных ногах Каким сырым потом они покрывались Когда у них проходила первая встреча Первая презентация Когда они вели первый вебинар Когда они вообще первый раз открыли рот Что дрожало и как дрожало Вам это объяснят и расскажут Но вы это не хотите делать Вы не хотите выходить из зоны комфорта То есть делать какие-то другие действия Нежели вы когда-либо делали, чтобы зарабатывать другие деньги Нежели которые вы зарабатывали То есть вы чуйкой чувствуете в сетевом куче денег Сетевой это бизнес, который не имеет потолка Для человека И вы начинаете нести вот эту вот ересь и чушь Что вы не умеете приглашать Детский сад, штаны на лямках Если вы начнете это делать Все у вас будет получаться Особенно если у вас есть спонсоры Если у вас есть система Которая будет пошагово вам подсказывать А что надо написать А как надо сказать А как лучше надо сказать И особенно если вы понимаете Что ваш бизнес настолько уникален Что приглашать в него просто кайф Что в нем нет админов Что в нем нет руководителей Что в нем мгновенные деньги Сразу как результат за работу Что в нем на автомате происходит Наращиваются более крупные чеки Что этот бизнес, который строится в кругу единомышленников И бизнес, которым 100% денег у людей А не у организаторов Вот если вы будете понимать все эти ключевые моменты И они для вас действительно будут стоящими и важными Если вы для этого бизнеса Это предложение, свой проект Взяли для себя Как единственный момент Благодаря которому вы можете выйти На другой уровень своей жизни И вывести весь свой род То есть цена вопроса ваша жизнь Хорошая жизнь, качественная жизнь А это только там, где идут рекомендации То есть там, где нужно приглашать Поэтому выскакивайте из иллюзий Инвестпроектов, которые говорят Что приглашать не нужно Убирайте из себя эту иглу инвестиционную Не сажайте на эту иглу своих знакомых и близких Потому что там, где живые очереди И там, где якобы не надо приглашать Все активно приглашают туда То есть вам это нравится Вы просто берете и приглашаете туда, где вам нравится Задайте только вопрос Насколько долгосрочны эти очереди И что там действительно можно заработать Задайте себе такой вопрос Поэтому дерзайте Ломайте свои вот эти ложные страхи Которых нет Никто не возьмет вас за шею через компьютер Не настучит по голове Никто вам не скажет Да ты дебил вообще Да пошел ты нафиг А даже если скажет То вам будет на это наплевать Потому что вы понимаете Что это бизнес сортировки Да нет следующий Да нет следующий Не мой человек Не могут быть все люди вашими И не могут быть постоянные согласия Понимаете? Успехов вам, друзья Действуйте И не веселите народ Такими нелепыми высказываниями Что вы не умеете приглашать Ну вот Поехали Продолжение следует...